Если выяснится, что это наша земля, мы будем писать в полицию заявление, потому что без нашего разрешения убрали детскую площадку. Я думаю, что обязательно должны быть все работы, которые производятся на земле, должны быть согласованы с собственниками земли. Да, мы признаем эту ошибку. Жильцы дома по адресу Румбулос, 7А в Риге, вышли на прошлой неделе во двор, а их детской площадке и след простыл. Вот так она выглядела раньше. Рижанка, пожелавшая остаться неизвестной, говорит, что жильцы собираются писать заявление в полицию о краже. Если выяснится, что это наша земля, мы будем писать в полицию заявление, потому что без нашего разрешения убрали детскую площадку. Никто ничего не показывал. Составлен какой-то акт о том, что площадка опасна для детей. Она на нашей земле, и мы сами отвечаем за своих детей. По словам женщины, из-за исчезновения игровой площадки с качелями и песочницей дети сейчас отказываются выходить на улицу. На прошлой неделе спустилась вниз, и одну девочку спрашивают, почему ты не идешь на улицу. Она говорит, а что я там буду делать? Тут сейчас нечего делать. Ящик для песка, который был двухлетней давности, установлен нами, почему-то убрали. Виновник быстро нашелся. Оказалось, площадку демонтировало управление Рижской думы по благоустройству территории. С прошлого апреля управление начало масштабную инспекцию детских площадок по всей Риге. Основанием послужили правила Кабинета министров номер 18. О безопасности игровых и рекреационных площадок, изданные 7 января 2020 года. Из 130 игровых площадок самоуправления проинспектировали 46. В 19 случаях было принято решение по демонтажу, поскольку отдельные элементы игровых комплексов представляют опасность для детей. Здесь Рижская дума снесла даже деревянную отбортовку у песочницы, мотивируя это тем, что она представляет некую опасность для детей. Однако в то же самое время тут осталось бетонное основание для песочницы с острыми углами. На Румбулос 7А сняли все по-тихому. Исполнительный директор Риги Янис Ланге признает, что сносить детские площадки без ведома жителей – ошибка. Да, я признаю, что надо было сначала информировать жителей, особенно в тех местах, где владелец земли не самоуправления, и возникло непонимание со стороны жителей. Да, мы признаем эту ошибку, и в будущем мы скорректируем свою работу. На следующем объекте, подлежащем сносу отдельных элементов, Рижская дума уже повесила объявление. Эта площадка находится во дворе дома на улице Саласпилс-18, корпус 2. Единственное, что мы узнали, вчера вечером увидели эту табличку, подвешенную на самом игровой площадке. Представителей общества жильцов категорически не устраивает такое формальное уведомление об удалении детской площадки с их земли. Я думаю, что обязательно должны быть все работы, которые производятся на земле, должны быть согласованы с собственниками земли. Житель соседнего дома Ольга Балаева говорит, что в округе на километры нет больше детских площадок. Ближайшая в торговом центре Акруполы. Тут со всей округи детки приходят. Вот после садика в рабочий день тут очень много детей, потому что где-то в округе больше у нас нету негде. Площадка-то еще в нормальном состоянии, ее можно починить. Тут под снос пойдут футбольные ворота, балансир, карусель и детский городок. Представители Управления Режской думы по благоустройству территории объяснили, почему их надо демонтировать. Вы можете увидеть, что здесь все основание ворот сгнившее. Если я могу ее так пошевелить, то представьте, насколько конструкция нестабильна. Когда мы были здесь в понедельник, то один ребенок качался на этой сетке. Он использовал эту сгнившую конструкцию как качели. «Надо менять основание. Такого движения и люфта у конструкции быть не должно. Надо заново забетонировать основание, поменять скамейки и сгнившее основание. Здесь основание опор, сгнившее изнутри. Надо менять всю несущую конструкцию. Это надо менять. Такой ситуации не должно быть». Эта площадка установлена Рижской думой больше десяти лет назад. Почему же все эти годы представители думы не знали о том, что она им принадлежит, и не ухаживали за ней? «Мы не знали, что она принадлежит нам, потому что в прошлом году, 1 мая, к нам перешли все эти площадки, которые были переняты от ликвидируемых рижских исполнительных дирекций». Жильцы дома просят у думы найти компромисс. Они готовы отремонтировать и привести площадки в нормальное состояние за свои деньги. Но представители управления непреклонны. Площадки снесут и нового ничего здесь не поставят. «Это наша собственность, как сказать. Само право за это платило деньги и поставило их. И в данной ситуации мы за нее отвечаем. Если, не дай бог, что-то случится какому-то ребенку, мы за это будем. Будет искать, кто ее поставил и почему за ней не происходит обследование. И мы за это будем отвечать». Однако при этом практически в каждом отчете эксперты пишут, что на элементах детских площадок нет маркировки. Как самоуправление собирается доказывать, что это их собственность, непонятно. При этом представители думы говорят, что в бухгалтерии думы есть какие-то подтверждающие документы. Вообще, в последние годы по Риге прокатилась настоящая эпидемия по сносу детских площадок. Причем некоторые из них были абсолютно новые. Так, в 2019 году возле Рижской думы активно протестовали жители Зепния-Канса против сноса площадки возле их дома. Детский городок на Валдуке-15 был совершенно новый и построен по современному проекту. «За этим забором находится кусок государственной земли, которым распоряжается компания Валс Нейкустами и Ипошуми. Раньше на этом месте была детская площадка». О том, что тут произошло, мы получили письменный ответ от Валс Нейкустами и Ипошуми. В 2013 году установка площадки согласовывалась только с законным арендатором земельного участка, но работы не проводились в соответствии с правовыми нормами, регламентирующими процесс строительства. В 2020 году общество жильцов Валдуке-15 самостоятельно разобрало детскую площадку. «Государственная земля, на которой была площадка, сейчас в аренде. Какое у нее будет предназначение, пока не ясно. Но в настоящий момент вместо детской площадки тут стоит жилой трейлер, сложены покрышки, какие-то деревянные конструкции и бочки из-под масла. РУС ЛСМ пригласили посетить еще одно место, некогда снесенной площадкой, во двор по адресу Келдыша-22Б в Риге. Здесь также около двух лет назад бесследно исчезла игровая площадка. «С тех пор тут так ничего и не появилось. Осталась просто одна большая песочница. Местные жители возмущены тем обстоятельством, что здесь ничего нет до сих пор». «Сетка вся там заборная порвалась, эти баскетбольные кольца поломались. С детям некуда выйти, ни песочницы, ни горки, ничего. И главное, что никаких нет симптомов, что что-то возобновится». Выяснилось, что это дом, который обслуживает муниципальная компания «Рига Спилсетбувнеэкс». Площадку снесли почти сразу, как только появились правила Кабинета министров номер 18 о безопасности таких объектов. В «Рига Спилсетбувнеэкс» говорят, сразу поняли, что детские площадки возле 53 домов, которые они обслуживают, не пройдут инспекцию. Поэтому снесли все и сразу. А во время пандемии готовили новые проекты по их восстановлению. И уже к настоящему моменту установлены 9 новых площадок, 5 в процессе строительства, 9 на стадии процесса закупки. А конкретно здесь, на улице Келдыша, новая детская площадка появится в этом году. Там договор со строителями заключен до 25 января следующего года. Значит, до этого времени будет новая детская площадка. В то же самое время Рижское самоуправление только сейчас приступает к демонтажу своих площадок. Те, что на земле собственников, восстановлены не будут. Новые пока только на стадии закупки. Мы в этом году совместно с Управлением по благоустройству территории предусмотрели строительство по меньшей мере 6 детских площадок. В настоящий момент происходит процедура закупки. Впрочем, пока Рига убирает только опасные элементы. Многие объекты, которые соответствуют требованиям, остаются на месте. Например, как этот песочный ящик. Они останутся на балансе Думы, и самоуправление будет ждать, пока они состарятся или испортятся, и уже потом их снесет. Также есть проблема с тем, что представители Думы могли снести элементы, которые устанавливали жильцы домов, за собственный счет. Тут идет поиск компромисса. Об этом призываю информировать наши центры жителей района о каждом конкретном элементе. Мы будем смотреть, как эту ситуацию уладить. У нас нет никакого интереса забирать собственность, которая принадлежит кому-то другому. Ну а пока существует серьезный риск того, что из-за непродуманного полусекретного демонтажа детских площадок городское самоуправление может получить ряд исков от Рижан, как о краже имущества, так и о вандализме. Личное дело Данила Смирнова, РусЛСМ. Личное дело Данила Смирнова